Здравствуйте, мои дорогие! Вот это всё для вас. Ещё одно замечательное, тёплое утро. Вон уже попросыпались насекомые, осы, да, кто это, осы или... С праздником, мои дорогие! Ой, какие цветочки! Счастья всем, здоровья, любви, чтобы детки вас радовали. Дети, внуки, мужья. Ой, а запах какой стоит! И очень приятно, когда вот такая погода. Прям вот на самом деле понимаешь, что весна, тепло. Ну, просили девочки меня снять подснежники. Таня. Самое главное уже солнышко, тепло. С праздником, дорогие черноморцы! С праздником все, девочки, женщины, бабушки. Мы всё равно все девочки. Будьте все здоровы, не болейте. Вон уже пошли листочки новенькие. Пришла на почту, девочек поздравила с 8 марта. Галя пошла посмотреть, может быть, чего-нибудь там мне есть. Не знаю. Ну и ладно, значит, придёт. Всё, с праздником вам. Вам надо пакетик этот? Нет, да не надо. Спасибо большое. Чтобы не болели, радовались. Спасибо, вам тоже здоровья. Спасибо, спасибо большое. Всё, пока, девочки. Продолжать так же красиво рисовать. Ой, всё, рисую, рисую. Всё, пошла, до свидания. Не умею я поздравлять. У меня всё это как-то скомкано. Ну, ладно, девчонкам приятно. Я им доски разделочные, которые я рисовала, пять штук им отнесла. Так, ну и вроде как я все дела-то сделала. А, нет, мне ещё надо на рынок сходить. Тоже отдать браслетики Ирине надо. Честно говоря, так неохота идти. Такую даль. Ну, ладно. Пойду схожу. И вот второй Крым уже. Со стёклами. Наверное, скоро откроется. Кто давно не был черноморский, знаете, что Крым-то магазин. Теперь ещё один. Три дня праздников. Чем бы заняться? Наверное, я достану машинку швейную. Займусь-ка я шарфиками. Я обещала Любаше саранче шарфик. Марине, подружки моей в Москву. Да и так надо сделать, что они лежат. Видите, я иду прямо на распашку. И мне жарко. А люди в шапках, в пуховиках местные-то. Для них это ещё не тепло. Всё, скоро листочки. Видите, они все одеты. Ой, пригрела и прям захотелось куда-то поехать. Хотела я в Симферополь съездить. Но сейчас пока никак. С этой дачной амнистией, с межеваниями, со всякой этой ерундой. Да и жду я, когда мне пенсию переведут на карточку. А так бы, да, хотелось уже поехать куда-нибудь. 10 градусов в тени. А на солнышке прям жарко. Ну, как вчера. Вот было 26 на солнышке. А в тени 10. Когда-то у нас тоже был водолаз. Девочка. Тогда ещё Алинке было, наверное, лет 10-11. И Косте, наверное, лет 8. Я как помню, вот это по квартире. Шерсть. Кучами. Непутная была собака. Как у неё течка, так она вырывается, убегает. И с каким-нибудь дворняжечкой, крупненьким. Дело сделает. А когда привели ей на дом хорошего водолаза, мужчину, она не стала с ним. Вот её находили, писали объявления, её приводили. Она так-то добрая была такая. Деваха. А потом на лето из Мурманска поехали в Щёлково. И её с собой взяли. И всё, она так и убежала. А те, кто знают посёлок Загорянский, там миллион домов. И, конечно, было её не найти. Так она и пропала. Дурёха. Мой любимый дворик. А тут тоже ещё особенно. Снимать-то нечего. Так. Фигурки деревянные. Но всё равно ведь, правда, не сугробы. Кошка, что ли? Или кот? Ну, вот тоже грибочек облез. Уже зацветают. Не успели из земли вылезти. Роза кованая. Тут ведь были рыбы. Какая русалка. Роза кованая. Господи. А это кто? Её не было. Это, видимо, с коромыслом, но осталось одно коромысло. Ёдер нету. Это уже кто-то привёз. Да, тут ещё появились вот такую свинью я не видела. Вот там кот сидит. Что-то убрали кресло отсюда со столиком. Я бы сейчас посидела бы, отдохнула. А то мне ещё прилично шагать-то. Я не помню, говорила я вам или нет, что вот эти дома, вот эта улица Димитрова, её строили болгары, вот эта улица. Ну, это уже, наверное, лет тридцать-то прошло. Но хочу вам сказать, планировки там хорошие. Мы с Алинкой смотрели трёхкомнатную квартиру. Там хозяйственная комната отдельная. И вообще хорошая планировка. дружественная нам Болгария целую улицу выстроила. Кругом одни цветы. Ой, самое главное, что забыла же вам сказать. Звонит мне Иринка с утра, подружка моя, и говорит, а я вчера себе губы наколола. Фотографию тебе выложила там ВКонтакте. Смотрю, ой-ой-ой, губы красные целиком. Ключницы. Да. Подарки, подарки, подарки. Так что у меня Ирина Александровна с бровями, стрелками и с красными губами. Только увидела. Городок, что ли, еще строит один корпус. Обалдеть. Ну, а что-то на весь район Черноморский один магазин такой здоровый, где можно практически все купить. И для ремонта, и вообще для дома. Да. вот. А я зашла на рынок, отнесла Ирине браслеты, заработала тысячу рублей. Прошла сегодня весь Черноморск. Ну вот, зашла к девчонкам, к знакомым магазин, поболтали с ними. На улице уже 12 градусов тепла. Что-то подумала-подумала, думала, пойду-ка я по своей старой дороге пройдусь. Хоть и ноги болят, но по такой погоде прям хочется гулять. Время половина первого. Я с утра уже и с цементом поработала, поснимала немножко. и бусы собрала почти, чуть-чуть осталось. Сейчас вот приду, доделаю. И в город доехала, документы забрала, которые заказывали. И на почте девочек поздравила. Браслеты на рынок отнесла Ирочке. И даже к девчонкам знакомым дошла. Прошла просто весь Черноморск. От начала до конца. Так что я, мои хорошие, не сижу просто так. Я могу, конечно, там вечером посидеть, посмотреть. Да и то в основном либо на комментарии отвечаю, либо Саше видео скачиваю. Так, я люблю это место. все время себе представляю, как ездили тут люди на карете в свое время. за зиму все загадили. Господи, что люди делают? Вот прям руки бы поотрывала. Неужели тяжело с собой взять? И вон какие лапочки гуляют. Травку молоденькую щиплют. Истребитель полетел. Вот такая страшная собака встретилась на моем пути. Охранник мелкий. ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ну что вот, я медленно и упорно иду к своему дому. Вот, смотрю, дом обштукатуривался уже. Я уже показывала этот дом строит женщина. Сама одна. дверь стоит уходная ну конечно обштукатурилась так скажем не очень но ничего это я к чему а это я к тому что я еще раз хочу вас всех поздравить девочки с нашим праздником пожелать вам всем здоровья счастья успехов в ваших делах терпения в этой жизни простого конечно счастье человеческого чтобы дети радовали внуки радовали никто чтобы не болел чтобы не было войны очень хочется чтоб конечно наше правительство повернулась к нам лицом они задом чтобы на наши зарплаты можно было достойно жить и на пенсии а не выживать как раньше говорили чистого неба над головой будьте все счастливы пожалуйста я уже пришла пока пока мои дорогие я вас люблю очень вот пришли ко мне гости на 8 марта подарили мне цветы в горшочке и вот наделали вот такую красоту сами они сниматься не хотят стесняются тут фарширована этой курица и рисом зеленью капустой там чем-то еще ну давай режем потом еще покажу ой девчонки просто вот так вот 8 марта то такой мне цветочек девочки подарили кого праздника у меня с утра все цемент ну ладно сейчас все всех с 8 марта еще раз мои золотые всем здоровья счастья и всего хорошего я вас люблю во что это все есть вот вот вот